Добрый день! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Валентина. Сегодня я буду готовить натуральную печёночную колбасу, домашнюю. Давайте вместе готовить. Я расскажу процесс, как я готовлю. Вы видите, я уже сделала колечки. Для того, чтобы сделать такую натуральную печёночную колбасу, нам нужно обязательно приобрести вот такие вот кишки. Если вы приобрели набор вот таких кишок, то нужно, конечно, убрать специфический запах, который присутствует у них. Первое, что я сделала, я взяла на 1 стакан воды 3 столовые ложки уксуса 9% и положила эти маленькие кишочки на 1 час. После того, как они полежали в воде, я слила воду и залила новую водичку. Если у вас нет лимона, а есть минеральная вода, тоже подойдёт. Если есть лимон, то можно слить водичку новую, замочить ещё один раз в одном стакане воды и пол лимона выдавить сока и положить туда вот эти уже сделанные, красиво беленькие, тоненькие. Вот эти кишочки. Я их обработала. Вот они вот тонюсенькие такие стали и они очень даже хорошо начиняются. В состав идёт печенка, порезанная вот на такие вот кусочки, на небольшие. Вот они, печеночка. И я брала вот такое сало. Вот оно, сало с прослойкой. Вот это я посолила, чтобы и сальса кушать. Вот такое вот и порезала на меленькие-меленькие также кусочки. Видите, присутствуют. Вот они белые кусочки. Добавила чеснока. Короче, на 2 килограмма печенки у меня ушло пол килограмма вот этого сала. Подчерёвка, как называется. 4 зубчика чеснока. Так как у меня специальное приспособление для начинки нашей колбаски нету, я приспособила вот такой вот. Я думаю, что у каждой хозяйки такое тоже есть. Аккуратненько вот так одеваю, чтобы не порвать. Вот видите, пространство есть. Можно и рукой начинять. Ну а я приспособила себе вот для фрикаделек. У меня такая вот формочка есть, сюда вот я кладу этот весь фарш. Вот в этот держатель. Просовываю вот так вот аккуратненько, чтобы не порвать. И лопаточкой туда просовываю. Видите, как удобно. Мне хорошо. Я приспособилась. Руки не пачкаются у меня. И у нас вот эта кишка, как видите, наполняется. Удобно, очень хорошо. Я сейчас покажу вам. Сниму. Снимаю. Вот она. Видите, какой процесс. А потом потихонечко туда проталкиваю. Вот так вот. Наша колбаска наполняется. Вот таким образом. И вот так вот колбаска у нас получается. Смотрите, вот он я расширяю пальцами, а потом аккуратненько туда завожу. Вот так вот. И спокойно начиняешь без всяких проблем. Теперь мы перевяжем такими маленькими колбасками. Чтобы наши колбаски не лопнули, вот эта кишка, мы проколем в нескольких местах. Берем кастрюлю. Наливаем воды. Кладем соли. Здесь у меня 2 литра воды. Ну, буквально 2 чайные ложки. Кладем 2-3 листа лаврового. И перец душистый. И кладем наши аккуратненько колбаски. Ставим кастрюлю на огонь и варим ровно 40 минут. Ровно 40 минут покипело. Смотрите, какая она получилась. Колбаски. Все, можно уже поджаривать. Вот такие вкусняшки у нас получаются колбаски. Главное их не пережарить, чтобы они не были сухими. Сейчас мы разрежем и посмотрим, какая она у нас внутри. Прожарилась хорошо. Печеночка, сальса. И попробуем. Чесночком пахнет, лаврушечкой. Очень вкусная, натуральная колбаска. Так что, картофель, здоровья. Я всех вас дарю. Спасибо, кто взглянул ко мне на канал. Со мной приготовили такую колбаску. Попробуйте, не пожалеете.